Перед отопительным сезоном в Сестрорецке проверили реакцию аварийных служб. Такое тренировочное мероприятие проводится каждый год и проходит под контролем районной администрации. Условная аварийная ситуация на самой главной отопительной артерии города помогает предотвратить нестыковки во взаимодействии различных служб при ликвидации чрезвычайной ситуации и как можно быстрее устранить дефект на тепломагистрали. В 9 часов утра на пульт диспетчера теплоэнерго поступил сигнал о падении давления в контуре загрузки диаметром 700 миллиметров. Отключены от теплоснабжения могут быть 8 центральных тепловых пунктов. Это половина Сестрорецка, а на улице зима минус 26. По такой легенде развивались события на улице инструментальщиков. На учениях были задействованы все службы, обеспечивающие бесперебойное прохождение отопительного сезона. Отрабатывались этапы от прохождения сигнала об аварии до полной ликвидации ее последствий. Место прорыва трубы было обнаружено сразу, но чтобы приступить к починке, нужно получить согласование ведомств, имеющих сети в этом квадрате. Водоснабжение, газоснабжение, электричество, оптоволокно. На первом этапе тренировки у нас циркуляция остается по многоквартирным домам. Падение температуры теплоносителя будет происходить постепенно, поэтому основная задача это отслеживать параметры теплоносителя. Соответственно, при снижении их до критического уровня будем сливать дома. Жилищная агентство также в случае эвакуации необходимости населения предоставляет сведения о проживающих. Соответственно, со службами мы осуществляем сверху людей, тех, которые в места временного размещения направляются. На улице инструментальщиков 8 находится самая большая в районе котельная, питающая 137 зданий, в том числе 4 школы, 5 детских садов и поликлинику. К счастью, даже теоретически отопление никому не отключили. Был отлажен механизм переключения на резервное теплоснабжение зданий до завершения ремонта и пуска тепла по основному контуру. Считаю, что все справились с данной задачей удовлетворительно. На данной тренировке были отработаны помимо практических, также была отработана работа диспетчерских служб, чтобы все было сделано в срок, без задержек. Несмотря на то, что время устранения дается 12 часов, делается все довольно-таки оперативно. И не приходится отключать здания, все выпускается по резервной схеме. Поэтому, в принципе, наши жители не замечают этих проблем. В 2010-2012 годах в курортном районе была проведена полная реконструкция сетей теплоснабжения. Поэтому аварий нет. Только тренировочные. Но службы в любом случае должны быть готовы к самому худшему варианту.